Уважаемые коллеги, я благодарен за возможность выступить перед вами. Первое, что я хотел бы сказать, я весьма впечатлен докладом Дмитрия Викторовича о тех перспективах, которые стоят перед Фистехом. Думаю, реализация этих планов будет важным шагом. И, собственно, мое выступление – это некое уточнение тех деталей, которые широкими мазками в докладе Дмитрия Викторовича были прописаны. В начале июля этого года на новостной ленте МТТИ появилось вот такое сообщение. Команда МТТИ завоевала первое место в международном турнире физиков. Здесь указаны фотографии, вы видите и имена наших героев. Годом ранее аналогичное событие случилось на Фистехе. Команда завоевала первое место в международном турнире физиков. Почему это важно, почему это значимо – два слова хочу об этом сказать. Ну, во-первых, тем самым рейтинг международной Фистеха, на мой взгляд, весьма-весьма подымается. Вторая причина состоит в том, что это самое престижное состязание студентов-физиков международное, которое существует. Олимпиады по физике студенческой международной просто нет. И, кроме того, участие в Олимпиаде, ну, участие в Олимпиаде и участие в турнире физиков, я таким примером пояснил бы. Ну, скажем, в соревнованиях по легкой атлетике могут участвовать все, бегают, ну, более-менее умеют все. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях по Формуле-1 или там соревнованиях по высшему пилотажу, должна быть серьезная техническая подготовка, мотивированные люди. И вот все это есть на Фистехе, оказывается. Значит, сам по себе турнир физиков – это такое мощное, международный турнир физиков – это мощное течение, в котором участвуют порядка 25 стран, участвуют все континенты. Серьезные организации, которые указаны здесь, поддерживают турнир. Что представляет собой сам турнир? Два слова, наверное, не все в курсе. Значит, сам турнир – это решение сложных задач, которые, ну, в общем, решение которых совсем не очевидно. Я бы сказал, что турнир – это продолжение той идеи, которая заложена в задачнике Петра Леонидовича Капица. Мы все помним задачи, которые, ну, вот, так сказать, алгоритмически не решаются. Здесь экспериментальная работа. Ну, предлагается исследовать там движение семян. Вот есть такое удивительное явление – камень на байкальском льде, который оказывается на тонкой ножке. Ну, в общем, много-много интересных задач, которые в течение нескольких месяцев студенты, участники этого турнира решают, потом встречаются. И хотел бы на одну картинку, вот на этом слайде отметить. В 2019 году был принят новый эталон килограмма. Новый эталон килограмма определяется через постоянную планку. Для этого используются весы крипла. Вот весы крипла в центре показаны довольно сложные устройства. В этот же год была задача на турнире. Наши ребята сделали свои весы крипла. Они тоже показаны здесь в правом нижнем углу. Самое забавное, что процедура воспроизведения килограммов с помощью такого оборудования была воспроизведена совершенно точно. Сам турнир включает в себя доклад, абонирование, лицензирование. То есть вырабатывает те навыки, которые совершенно необходимы человеку, который собирается заниматься наукой. Да и не только наукой. В любой сфере деятельности умение презентовать, умение слушать оппонента, дискутировать – оно важно. Естественно, что международный турнир – все это требует еще и хорошего английского языка. Я хотел бы сказать большое спасибо фонду сливого капитала, который поддерживает эту деятельность, очень активно поддерживает и внутри российский турнир, и международную нашу деятельность. Я хотел бы сказать большое спасибо тренерам, они здесь указаны, кто работал с командой. И отдельное спасибо, конечно, Базановой Елене Михайловне, руководителю Центра языковой подготовки, потому что вот то, что она сделала с ребятами, как она научила их говорить, это, на мой взгляд, чудо. Они допоздна сидели и учили английский вокал. Для нас победа дважды подряд в международном турнире – это важное растяжение, которое, на мой взгляд, не случайно, которое явилось результатом того, что мы несколько лет назад ввели курс проектной деятельности. И в целом можно говорить о системе таких креативных компонентов, которые реализуются на графе общей физики. Наиболее массовая часть – это вопрос по уровню студента, в котором на каждом экзамене каждый студент проявляет свои креативные свойства, выбирая вопросы, докладывая его. Дальше курс проектной деятельности, который несколько лет назад появился. Курс проектной деятельности – это решение задач, ну, примерно, турнирного типа. Потом происходит защита, и все это как в том формате, в котором, собственно, проводится. Турнир обрабатывает очень полезные навыки для студентов. Вот на сегодня результатом проектной деятельности в текущем году явилась постановка четырех новых лабораторных работ. О оптоволокнух эту тему давно хотелось иметь практиками по общей физике. Результатом работы над турнирными задачами являются публикации. Здесь показаны некоторые из них, к сожалению, лишь небольшая часть. Это редкое исключение, когда наши ребята свои решения публикуют. Это в основном Эколь Политехник, вполне серьезный физер-эклайтис издания. То есть это вот потенциалы для наращивания публикационной активности тоже могут быть использованы. Ну и, наконец, последнее, что я хочу сказать. Партнерство – это ключ к сохранению лидерства физтеха в физическом образовании. В данный момент мы активно работаем с фирмой Т8, это оптоволокно, с фирмой научное развлечение, которая производит оборудование для практикумов обучающих. Я думаю, что фонд целевого капитала, я упоминал и скажу еще раз, очень важна поддержка всех наших инициатив в этом плане. И мне кажется, что будущее наше состоит в том, чтобы консолидировать научные лаборатории физтех-школы, которые давали бы идеи для этой проектной деятельности. Ну а, соответственно, синие – рост студентов и их вхождение уже подготовленными в научную деятельность. Таким образом, у физтеха есть все возможности для сохранения лидерства. И одну такую возможность я вам описал. Спасибо за внимание. Спасибо.